Не, не так. Первый, значит, я понял. Теперь, брат, что ты будешь, что любишь? На данный момент выйти, но, я думаю, он тоже захочет послушать. Бурчика не спрашивай. Его жена спросит. Юра, что бы вы хотели, чтобы я вам лично спел? Коль, слететь высоко. Вы хотите записать, чтобы оно было красиво? Нет, просто. Понял. Ну, давайте тогда, знаете, чтобы, потому что, видимо, действительно вот это имеет место быть, давайте сделаем так, наши уважаемые хозяева, мы же не очень торопимся, нам главное, чтобы пришло побольше народу, да, вот спасибо, давайте свет вообще уберем в зале чуть-чуть, потому что сзади вот свет горит. И свечи зажжем. Нет, там оставим? Нет, вот на сцене оставим, да, а вот по периметру уберем свет. Вот так вот не совсем хорошо. Я начну, знаешь, Юра, с, я извиняюсь, я спою это обязательно, то, что вы просили прямо сейчас. Я хочу просто начать, у меня сегодня день рождения, вот, и я хочу начать с песни, которую я сам написал. У меня было сейчас много работы, и не было времени задуматься, но стихи, это, знаете, они как какашки, они лезут сами. И надо, вы знаете, когда хочется, надо просто найти место, где можно уединиться, чтобы все это вылетело из тебя. Ты, значит, помыл руки после этого и продолжил дальнейшую жизнь. Вот примерно так все происходит. Поэтому я начну с песни, которую Юра написала сама, я бегал по Москве, в полном ужасе. У меня было 4 мероприятия бешеных, вот, и вот как-то все. А параллельно я параллельно ездил, в мае у нас было 28 площадок, вот, фестиваль «За Россией десанты спецтранс». Мы съездили в Донецк, еще раз мы съездили в Нижний Тадил, вот, мы съездили в Самару, мы очень много сделали всяких разных вещей, вот. И все это на бегу, и все это с первого раза надо делать, а времени на то, чтобы жить, собственно, это и юсидимая жизнь такая. Вот, и поэтому такая получилась. Называется «Солдат». У меня на губах, то молитва, то мат, у меня на руках, то пеленки, то порох. Я не ангел, не черт, я обычный солдат, от горячих песков до ледовых заторов. Мы встаем поутру, протираем стволы и по старой привычке проходим сквозь стены. Мы с тобой молоды, мы с тобой веселы, не смогли одолеть нас, ни духи, ни целы. Все задачи свои мы пройдем без труда, лишь бы только опять. Нас не кинула крыша и горит надо мной золотая звезда и погибшего деда. Голос я слышу, мы с тобою прошли через ветер и смерть, сквозь безвременья ад. И вранья невесомость, мы не сдохли в пыли, это ж надо суметь. Сберегли свою честь и спасли свою совесть. Будет падать рассвет, будет падать рассвет, разгораться закат, будет плыть над землей. Путь отчаянно млечный, я и ангел, и черт, я обычный солдат. И пока есть страна, буду жить бесконечно. Я и ангел, и черт, я обычный солдат. И пока жив страна, буду жить бесконечно. Этот ветер принес мне привет с высоты гендукуша. Это солнце похоже на взорванный танк ЭБК. Я остался живым, ухитрившись беречь свою душу. Я такой же, как был, только пепел белеет в висках. Белеет в висках, я обычный солдат. Давайте вот сюда петера добавим немножко, чтобы мне было приятно слушать свое, извиняюсь, творчество. Ну и мы, знаете, мы в истории живем. Спасибо, что вы пришли, дорогие друзья. Вы голыжники, да? Отлично, я понял. Значит, смотрите, у нас сейчас такая появилась двойственность, даже тройственность. Значит, в афишах, которые на сайте Гнезда Глухоля написано 19 часов, да? 20? На своем интернете 20 часов. Да, на гнезде 19. Давайте сказать 19. Но в интернете, который мы написали, у нас висит 20, то, что мы делали в России. Поэтому сейчас у нас, знаете, что будет? У нас сейчас будет такое начало, которое называется «Полный бардак». Вот. Поэтому я сейчас буду петь подряд, бессвязно совершенно, какие-то песни. Вы мне можете с места выкрикивать, там, «Мурку» пой, там, или еще что-то. Вот. Вчера вот был день рождения у очень хорошего человека, приятного. Вот. У него... Ну, спросите, какие у вас любимые песни? У него любимые, значит, музыка, это ансамы «Цветы», группа «Самоцветы». Значит, это Александр Зенбаум и Михаил Гульков. А что такое Михаил Гульков? Я бы сейчас сыграл. Вот, вот, хорошо. Я помню тот Иванинский порт и вид парохода у горюмы, как шеримы по тропу на борт. В холодные, мрачные трюмы откачки станали языка, обнявшись, как родные братья. И только порой с языка срывались глухие проклятия. И только порой с языка срывались глухие проклятия, а утром растаял туман, умолкала пущина манская. Пред ними лежал Магадан, столица Ковымского края. Пять тысяч километров Таига. Пять тысяч километров Таига. Встречать ты меня не придешь, а встретив меня не узнаешь. Встречать ты меня не придешь, а встретив меня не узнаешь. Так проклята пусть, ковыма, что названа дивной планетой. Сойдешь поневоль с ума. Обратной дороги здесь нету Сойдешь по неволе с ума Обратной дороги здесь нету Я помню тот Иванинский порт И вид парохода угрюмой Как шли мы по трапу на порт В холодные мрачные трюмы Как шли мы по трапу на порт В холодные мрачные трюмы Песня, конечно, не Гулько Это песня более, так сказать, другого автора Но тем не менее песня очень хорошая И вот, да Поэтому сейчас я буду петь последовательности Хронологической последовательности Первую песню я, конечно, посвящаю нашему уважаемому Юрию Это потрясающий человек, дорогие друзья Который по непонятным для меня причинам В свое личное время бесплатно Значит, приходит и записывает людей Которых почему-то называют авторами-исполнителями Все в этом мире относительно Понимаете? Название не всегда соответствует содержанию Ну и вот то, что такой человек Он на самом деле не просто Юра Он полковник На самом деле Покупайте его, пожалуйста Но вот В жизни есть законы, которых никто никогда отменить не сможет Один из этих законов состоит в том, что мы все отсюда когда-нибудь уйдем И то, что делает Юра Это невозможно переоценить Потому что он наши с вами искаженные интеллекты лица Оставляет для вечности С помощью своего оборудования Я очень уважаю Потому что наш безумный проект Батальонная разведка Как и остальные проекты Стал возможным благодаря его тяжелому труду И Юра, я специально Песня освещаю, конечно Этот год, конечно Она самое главное событие Это 70 лет победы Советского народа в Великой Отечественной войне Песня была написана Где-то в году В 83-м Наверное, или 84-м Когда я еще писал нормальные слова Минуты Да Песня называется «Варс» Девятого мая И вот Как бы Отношение ко всему этому Есть вечные истины Есть вечные ценности Влечный путь, солнце Законы притяжения И победа Это тоже вечно Пока есть люди Которые говорят на русском языке Понятие победы Будет Жить Все, кто русский зовет родным И в погоду, и в непогоду Всем уродом Из той войны Изогняю всем уродом Из-под бреста и панелей Из-под ели и арховат Все червы Не успел сгореть В броневых боевых порядках Коль взлететь Высоко-высоко Выше дров, выше крыш, выше башен Выше ветров летящих легко И правонных, и травонных маршей Если выше всех мыслей взлететь Где лишь в памяти в уроны бьются И туда, в эту даль посмотреть С нашей выси назад обернуться И увидеть, что каждый окоп Сорок первого страшного лета Эти танки, идущие в лоб А снарядов в коротею нету Есть глаза городного жилья И глядит, как сквозь мутную воду Духа чести из-за небытия Того тридцать проклятого года И уходят солдаты в пыли Чтоб на фронте с собою заполнить Те прорехи, что произошли Не боих по солдат этих воле И всем лодить немецких на зло Бьют дегтяря, круженый из бреда Выручая и время, и взвод И генштаб, и Москву, и победу Чтоб из нашей с тобой высоты Оказаться наводчиком в танке Чтоб от Прохоровкаю застыл От смертельной немецкой болванки И землей забрасавший пожар Под стрелка стекраниющим взглядом Заряжать, заряжать, заряжать Пока будут рукава, где снаряды Чтоб увидеть осколок схватит Как твой ватник становится рыжим Но войну эту все же пройти И в войне этой все-таки выжить Под парадом в Москве торжество Чтобы сердце в волнении не билось Для чего это все, для чего Для чего это с нами случилось Коль взлететь высоко-высоко Выше дорог, выше крыш, выше башен Выше ветров летящих легко И праурных, и траурных маршей Если выше всех мыслей взлететь И вовремя, и траурных марш Спасибо! Спасибо! Это я, видите, когда пою, я, к сожалению... Спасибо большое! Спасибо! Спасибо огромное! Да! Двадцать девятая мая Это называется песня Так, Юра, что еще мы хотели спеть? Вы хотели спеть... Витек Витек Ну, вообще, день рождения Я тогда немножко буду рассказывать О своих замечательных родственниках Ну, первая песня Я ее, как бы, посвящаю памяти деда Которую подел Алексей Ильич Калюкин Который был первым номером Расчета пулемета «Максим» Где-то в Белоруссии Они там У него было два сына Это мой отец Михаил Алексеевич И его брату Петр Алексеевич Который был четыре года моложе Папе было семь лет, а его брату было четыре года Вот И вот в сорок первом году, где-то в конце июня Они начали... их... Деда ворота попал в окружение Они там повоевали немножко И потом пришли офицеры и говорят Надо сдаваться Все, война закончилась Ну и вот вся сдалась А дед, вместо того, чтобы ждаться Осталось шарашить по немцам из пулемета Вот И немцы его быстренько убили То есть люди перепрофессиональные И строители на нем дременны всего Вот Остальное рот отправили в Германию Вот Это было время еще спокойное, более-менее Вот Их раздали всем по немцам Они занимались тем, что копали картошку Значит, сажали эту картошку Любили там же немецких женщин Которых мужья ушли на фронт Ну и в общем, жили нормальной обычной жизнью С 44-го года С 44-го года пришла Советская Армия Освободительница Всех их освободила Они еще немножко повоевали И вернулись в деревню В село Иныеслобода Сасовского района Лизанской области Объяснили бабке, что Извинит муж, бы и подъебил Смертью храбро Значит, позорственной глупости Если бы сдался вместе со всей рукой То был бы жив, здоров И все бы вернулся обратно Ни в какие Сибири их не сажали Вот Ну а дальше Отец Поскольку это все было в деревне Время было голодное Остались они в живых тоже случайно Потому что у них была привычка У матери была привычка Все время какие-то заначки делать Витали с кожурой картофельной Вот Ну чем попало Отец пошел сначала В торговый техникум Закончил школу Вот Мать была против того, чтобы он школу закончил Но он ее закончил Потом пошел в технику К бабке Висасова Значит Потом Закончил в торговый технику Его послали на практику Пока он был на практике За месяц Значит Посадили двух директоров В магазин В которых он Значит Практиковался И он понял Что торговая анестезия Очень опасная Поэтому надо что-то попроще выбрать Решил стать военным Пошел в училище Стал Авиационным техником Потом поступил Да И стал служить лейтенантом Учился хорошо Стал служить Тут началось Это самое Хрущевское сокращение Когда сократили Миллион двести тысяч человек Но его тоже сократили А потом Началась космическая эпоха И стали брать опять Набирать обратно И он Уже начал Пошел учиться В Академию Можайского И в результате Вот мальчик Пацан Из села У которого отца убили Когда ему было 7 лет Стал генерал-майором Космических войск Главлядом государственной премии Кавалером ордена Ленина Трудового красного знамени 15 медалей И он сам Как бы Служил в космических войсках Его посылали все время Где происходили Какие-нибудь ЧП Связанные с тем Что космические аппараты Сходили с орбиты И взрывались И вот его посылали Выяснили Почему это произошло Он приезжал Выяснял Поскольку сейчас был спокойный Из деревни Интеллигентный Распитанный То есть он никого Обычно не наказывал Но после того Как он приезжал Обычно все ушло нормально Потому что выясняли Никого нужно наказать А что нужно сделать Чтобы этого не произошло Вот То есть он хорошо Разбирался в физической Сутих явлений И сейчас я хочу Вторую песню посвятить ему Субтитры создавал DimaTorzok А ведь он возвращался с войны От летящих по небу домов От оскала душманской луны И от зала, что приходит само От старней, что классный мужик Долбою не берется чудак От привычек, которыми жил Субтитры создавал DimaTorzok На войне без которых никак А добавь к нашим лайкам свои А что пил, да что пил Как стрелял, как лазил С тем на матче потерял С тем разредку ходил Как манюю свои Как дерутся враги Много битв предстоит Нам Господь помоги Крепко локти поставит на стол И счастливый, что целый, живой Говорит ему про это, про то Он рассказывал много всего Он не пил, он летел над землей Над гудачими шпалами ветер Он был ветром и был кораблем Он был вместе и потерян Это вообще наша судьба Это наша единственная суть Всем наглядно ловась по зубам Ну а сами потом как-нибудь Что калачников, что ППШ Может и не об этом ведь речь Так устроит нам наша душа И врага не себя не доверить Да-да-да Вышло покурить на крыльцо А над домом стояла звезда Говорила, ты был молодцом Пускай будет нечем стрелять Даже ничем пускай закусить Научила родная земля Не умея пощады просить А ведь он возвращался с войны От летящих по небу домов От оскала душманской луны И от зла, что приходит за мой От старения, что классный мужик На бою не берется чудак От привычек, которые ты живу На войне без которых никак На войне без которых никак И в Москве без которых никак АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Переходим плавно Главной теме нашей железной В этом году исполняется 80 лет Центральная военная группа Кирскол Которая была организована Дорогие друзья В далеком и прекрасном 1935 году По указанию Товарища Сталина Для того, чтобы выращивать Горно-сноуковые войска В ущелье В Орсанском ущелье Было организовано Такое гнездо Где люди учились воевать в горах И в этом гнезде Представляете В 1936 году Была проведена Альпиняда Колхозников Капардино-балкарих И участвовало Полторы тысячи человек И по непроверенным отзывам Тысячи человек Засланы Когда еще не было Никаких канаток Никаких ратраков Ничего не было Дорогие Вот эти колхозники С этими палками Зашли на льго Эй, шашлака поесть А? Шашлака поесть Ну да О, ой Восемьдесят пять Восемьдесят лет Восемьдесят лет Располнитель Турбазер То, что состоит из солнца То, что состоит из неба То, что состоит из ветра Скорости и горных лыж То, что составляет счастье Проживает в наших душах Проживает в наших душах Ты, пожалуйста, запомни Этот лензин простой Беда простая Ай-на-на Чайки-то растая Ай-на-на Можно хлопать И нашим стаям Ай-на-на В обратный пол Ай-на-на Пусть сны олеят Ай-на-на На пусть осветят Ай-на-на В тостке ответят Ай-на-на Какой раз с утра Что же после остается На скользячки плывчика И в кармане яхре курки От шампанского фарка Загадлены носки лужи Грусть прозрачная во взгляде Краснорожих лиц смельканье И дал-ди-дал-ди-дал-ди И нашим стаям Ай-на-на В обратный путь Пора Пусть сны олеят Ай-на-на Наш путь ответят Ай-на-на В тостке ответят Ай-на-на Какой раз с утра Знаю-знаю я, конечно Наши чувства иллюзорны И московская яркость Поджидает залом Но однажды осветлённый Сладкой музыкой полёта Сладкой музыкой полёта Сладкой музыкой полёта Уж прозреть не сможешь ты Беда простая Ай-на-на Читик раскаял Ай-на-на И нашим стаям Ай-на-на В обратный путь Пора Пусть сны олеят Ай-на-на На пусть осветят Ай-на-на В тостке ответят Ай-на-на Какой раз Какой раз Какой раз Какой раз Какой раз Институт Назовался на БАМ Бывшая академия Можеков Вот По соглашению с нашими Друзьями пиндосами В каждом виде вооруженных сил Советского Союза Оставили по одной академии Естественно Оставили академию имени Солнце светит и полет В отпуск Едет Сам полет 2 января Холодные В отпуск Едет Ванька Вот Этого Откуда Я рассказал Сам полет Вропе Который со мной Вместе Ехал в Сырском Где-то 13 января Андрей Андрей Притеченский Мы с ним вместе Ехали на автобусе Я попал в это замечательное место Турбаза В Сырском Приехал я туда На следующий день Было в поездной капусте И я там увидел все Самое лучшее Что было в тот момент В Советском Союзе Там было миллион групп В каждой группе Было по 100 человек Начальник Старшей группы Точнее старший инструктор группы Это был примерно Как министр То есть он примерно Так же себя реагировал С туристами Обычно не разговаривал Он не разговаривал со старостью Или с командиром группы Вот На Выездной капусте Было все Что сейчас лучшего есть В КВНе В передаче вокруг смеха В разных Вот таких вот Юмористических каких-то Значит вещах Которые сейчас Показывают Там это все было сделано Красиво и весело И 1982 год Когда можно было За неудачно рассказывать Анекдот Попасть в зону А там рассказывали все Прямо за столом Там вот Когда мы приехали Там были такие обряды То есть группа собирается В номере Четырехместный номер Там собирался Человек 40 на роду Значит Накрывали стол Садились в дом Вставали Каждый должен был встать И сказать Я Миша Я из города Москвы Значит Служу в армии Звание лейтенант Первый раз Приехал И выпивал И считалось Что дальше получит И вот Стоит мужчина Чуть выше меня Вот такой Он говорит Меня зовут Коля Я начальник службы охраны Посольства Советского Союза Китая Звание подполковник Служу в Главном разведелем Управлении Генерального штаба Сейчас я вам расскажу Он никто Звонит Данит Ильич Бреснев Твойцеву Юрзельскому А вы помните Все события Эти все Солидарность Товарищи Юрзельский Мы Пожелаем вам Благодарственную помощь Спасибо, Леонид Ильич А что вы нам Посылали? Вахта Ты Спасибо, Леонид Ильич А в какой упаковке? Уголи Фэн Это было На следующий день Ну и что-то там Дальше мы все Рассказывали Пили все время На утро я встал И я понял Что-то такое ужасное Рассказывал Что его можно было Сажать В тот же вечер Мы просыпаемся Он просыпается Я говорю Когда ты что говоришь Думай вообще Что ты говоришь А ты вот вчера Про Брежнева Рассказал 5 анекдотов Из них 3 мать А ты Меня спрашивают А ты что помнишь Что ты вчера не посетил? Я говорю Не помню если честно Он говорит Ты рассказал 6 анекдотов Все были мать Вот И вот так у нас Началась счастливая жизнь В горных лыжах Да И с тех пор Прошло Много времени Буклонные лыжи Стали частью моей жизни Вот И я сейчас Для своего уважаемого друга По борьбе Хочу Спеть песню Которая была написана На далеких прекрасных Армянских горах Савкадзори Их сидит Восемьдесят В четвертом году Я туда поехал вместе с группой девушек Значит Которых я должен был пасти Ну у меня через неделю кончили деньги И пасти мне было их не на что Они поэтому нашли себе быстро Других пастухов Да Которые хормили, двоили И что-то с ними никакое делали Что прощались Они плакали Все иметь их голос Четверо Такого 4 пастуха Четыре девушки А я потом носил за ними Самоданы По Еревану Расторгался Этому прекрасному городу Вот И вот песня такая Написалась сама собой Там гора такая Небольшая Она очень похожа на обык Азаров Такая длинная такая Там Никаких сложностей вообще нет Вот Но Какое-то есть в этом Очарование Вообще Армянская культура Одна из древнейших культур мира Вы знаете И вот это все видимо не зря Потому что Когда заезжаешь на самый верх горы И видишь это все Что-то такое с тобой происходит Прекрасное Но видимо не зря вы знаете Вот Бролев русских танков Делает Мужчина По фамилии Григоря Я ему делал день рождения Потрясающий человек Лучший в мире истребитель Су-27, Су-35 Делает Михаил Александрович Погосян Это вы тоже знаете Значит Отец русской военной разведки Райер Симонян Полковник Академии Фрунзен Который написал учебник Который потом был укрален Переведущий на многие Идетки мира Вот Ну а первый советский рок-отсамбль Вы знаете Сделал человек Имени Анастас Микоян Которого в народе Известно как Стас Малин Вот Поэтому нам сильно повезло С армянами И эту песню я тоже считаю Вот такая Анастас Малин Вылез Всех печалей выше Голубая крыша Небо так близко Гор Выжженный пергамент Где-то под ногами Птицы Облака Я Пролечу Над ними Склон меня Обним В Снежный Брызг Ко мне Я Словно Бысти Эти Невесом И светом Над землей Лечу Ты Увези Подъемник Нас От Нужных Дел И Нужных Фраз От Мудрецов И Дураков Туда Где Дышится Легко Туда Где Небо И Полет Чего Нам Так Не Достаём Чего нам так не достает, Чего нам так не достает. Мир, и тепла, и света, И ветров, и снега, Светло-синевый мир, Свой незнакомый, Чистый, невесомый, Солнце склонивый. Я пролечу над ними, Склон меня обнимет В снежных брызгах днея, Словно брызги эти Невесомый светел, Над землей лечу. Ты увези подъемник нас, От нужных дел и нужных фраз, От мудрецов и дураков, Туда, где дышится легко, Туда, где небо и полет, Чего нам так не достает, Чего нам так не достает, Чего нам так не достает. Словно брызгах днея именно в то время, но там, конечно, были определенные обстоятельства, вы знаете, что мужчины, они, мужчин нельзя беречь, девчонки, на всяком случае, я вам напоминаю, вы так знаете, мужчин нужно гонять с самым веником, значит, такой тем, ну, вы все поняли, да, потому что если мужчина начинает жалеть, говорить, какой ты бедный, не болит ли у тебя голова, не болит ли у тебя спина и так далее, то мужчина начинает портиться, протухает, его нужно выбрасывать, немедленно, вот, он лежит на помойке, никому не нужно, от него парным алкоголем, не надо мужчин жалеть, мужчина должен быть в тонусе, вот, ну что, вот человек, видите, в кроссовках, бродуе, с цветами, вот, вот мужчина, попробуйте ему попробовать, вот так, и, нормандышная тема, она как раз, вот, делает всех одинаковыми, делает всех равными, как вот американцы говорят, что Господь создал всех людей, а самой Кольт сделал всех равными, вот, и то же самое, что происходит на лыжах, да, и я поехал с девушками, у меня была страшная любовь, и я решил, что мне от этой любови нужно как-то избавляться, и я сказал, что любовь моя, она обязательно найдется для какого-нибудь достойного армянина, так оно и случилось, вот, и вот, а я себе нашел, естественно, достойную девушку, потому что туда люди только, собственно, вы знаете, на отдыхе, собственно говоря, туда и едет, как правильно у Весбора в повести написано, что горы это места, где ездят не с женам и бьют плохую водку, вот, но, судя по нам, водка там нормальная, вот, а все остальное не надо, вот, и вот эта песня появилась именно как раз вот, вот, еще тут, значит, разрезим, да, ну, а вы знаете, что, дорогие горнодушники, что горные лыжи это, это такая любовь, это двигательное выражение любви, когда ты должен с помощью нехитрых движений, как-то что-то такое происходит, что ты начинаешь потом влюбляешься обязательно в камню, кто не влюбляется на горе, тот, извините, какой-то самый эвпатент, вот, и вот такая песня появилась тоже в лунные годы, я помню дивное мгновение, предо мной явилась ты, и в снеге выпало сиденье с пятилитровой высоты. О, восхитительная пея, расстегнутая до пупа, я бы сломал, наверное, шею, когда бы с кресла не упал, я бы не отдался наблюденью, пустив катуху под откос, увидев чудное виденье в комбезе цвета абрикос. И, как уроки битко ушата, терпеть которой нету сил, вот тут подшита, там ужата, здесь туго все, а там висит, талой заполнен и искусно, и на груди, и на спине, смешался все умыслы чувства, и клавесину рубила мне лицо и поза, вот это да, я Донна Роза, простой солдат, неистребимый к искусству зов, весь мир закормлен комбинезон. Я так глазами сильно хлопал, что начинал ветром дуть ее неоновую спину, и сын Типоновую горуть Недленной красоты примером, лаская взор и взгляд моя, она стояла, как Венера, но с руками целыми двумя. Я познакомился с ней ловко, бананом мастем буй нацелил, но мой дружок очкарик Ковка нас в баню вечером повел, и там увидят без комбеза, мой тонус низко так упал, что я бутылку водки врезал, упал и ногу поломал. Вот лицо и поза, вот это да, я Донна Роза, простой солдат, неистребимый к искусству зов, весь мир закрыл мне комбинезон. Ходи по пляжам сколько плезе, влезай в искусство с головой, прекрасней женщины в комбезе, на свете нету ничего. И дальше, потом началась летняя эпопея, когда летом я туда приехал. Так получилось, как только я приехал, перевели меня в Москву. Значит, у нас тут было принято в части, все лето мы бегали, прыгали, бросали гранаты, прыгали в высоту, занимались всякими волейболами, футболами. Меня сразу записали в сборную команду. Я на первое место по части побегу на 100 метров, и в тот же день мне наступили шиповкой на пятку, я дергался и порвался в перехи. Вот, и потом мне его зашили сразу же в бурденках. И дальше я решил, что обязательно надо поехать летом в Тверску, и поехал туда летом. Лето меня просто оглушило. Лето оказалось лучше, чем зима, потому что было тепло. И там ходили такие девушки, что я даже боялся. Похоже на мою жену Викторию Николаевну. Похлопайте ей, пожалуйста. И вот, потрясающее совершенно время, когда все цветет, все благоухает, огромные цветы вот такие, вододендроны. Сначала нас повезли в ущелье Адолсу, там мы три дня ходили по леднику Шхеда. Потом нас привезли обратно, мы сходили пешком до приюта Одинских. А потом мы пошли через перевал Дангуза. На себе тащили 25 килограммов дрова, еда и все остальное. С нами шли два инструктора, которые потом собрали у нас у всех ботинки рублю. И вынесли их обратно. Ощущение было совершенно потрясающее. И вот песня появилась в 1983 году. Эта песня была написана. Турите. Турите. Обывавших в самых дальних странах, Вспомню самый теплый в мире серный приют Алика, Сережу и Османа. Вспомню, как карабкались по склону облака, И туман вползал горам на плечи, И скакала по камням веселая река, И стояли сосны, словно свечи. До свидания, Дон Гузурун, До свидания, Северный приют, До свидания, шесть дитамных струн, Эту песню горы вам поют. До свидания, Дон Гузурун, До свидания, Северный приют, До свидания, шесть дитамных струн, Эту песню горы вам поют. Свет вам горы, слов печальных не любя Мир, взлет прилепший, на душе разбила Мир вам горы, что вернули нам себя С нами поделившись своей силой До свидания, Дон Гузорун До свидания, северный приют До свидания, шесть детальных строк Эту песню горы вам поют До свидания, Дон Гузорун До свидания, северный приют До свидания, шесть детальных строк Эту песню горы вам поют Эту песню горы вам поют Там, в то время, потрясающие совершенно ощущения были Когда я пришел в Сухуми Нас привезли в Сухуми Я в Сухуми выдержал ровно два дня Тем более, что наши девушки нас бросили сразу Они надели красные платья с вывезами И пошли на рынок Нам сказали, что вы нам больше не нужны Вы холодные Неинтересные, скучные Идите на них Мы сейчас найдем себе настоящих мужчин Наша группа вывезла И я видел, как они возвращались Они возвращались к ногам То есть они в руках несли какие-то мешки Откуда торчали, местная фауна торчала какая-то Флоридные эти И они бежали бегом За ними бежала толпа местных Люди с большими животами В белых рубашках С короткими рукавами У них волосы толчали У них были большие усики Они бежали за нашими девушками И с криками Чтобы они так и бессвязно кричали А девушки от них бежали Бежали на своих паплуках В своих декольте В своих красных коротких платьях Бежали до перекрестка На перекрестке горел красный свет Они побежали на красный свет Тут ехал трамвай, троллейбус Тут ехал какой-то автомобиль Это все остановилось Девушки побежали через перекресток Виталина из-за угла С резким свержанием тормозов Выскочил москвич 412 Подъехал к девушке На то другое снова Сволосатая рука Хватила ближайшую девушку за руку И раздался громкий крик Девушка Дэнги есть Мощина есть Говори что хочешь Девушка стала бить его по руке Этой самой флорой Кензой там или петрушкой И они Рука разжалась Они побежали дальше Потом Но я все равно наблюдал Не торопясь шел за ними Потом я зашел на территорию трубазы И решил попить кофе Кофе был замечательный 20 копеек Захожу в конфет И вижу такую картину Сидят девушки Посередине Там такой Замплей Посередине стола На нем сидят девушки Четыре штуки наши Красных своих Платье Это декорте А на кроме По периметру Сидят местные Человек Ну 60 И все внимательно смотрят на девушек А у девушек в глазах А И она с девушками Еще четыре стула ставит На которых лежат Сумки Помада И все такое Личные вещи Они увидели меня Я был одет В трениках С пузырями на коленях На левой наде был Красный носок На правой наде был Синий носок Майка какая-то была Которая-то То ли полос То ли протирали танки Ну так бывает В общем Бутылька Вот И они меня увидели Сразу схватили за руки Посадили И сказали мне на ухо Что ты сиди Пока мы тебя не отпустим Вот Я говорю Ты долго Я так должен сидеть Они говорят Мы им сейчас сказали Вот этим Что Мы не танцуем Потому что сейчас Минут наши пацаны Но пацаны Естественно Ничего не знали И так Мы сидели Минутно Мы сидели Примерно час Обсуждали Что-то Говаривали Мне делал Получилось Поэтому я решил Поддержать наших девушек Потом Заграла медленная музыка И одна из девушек Расслабившись Пригласила меня на танец После этого Началось что-то Неимоверное Вот эти все 60 человек Скочили И одновременно И побежали На оставшихся трех Ну и в общем Это можно рассказывать Бесконечно Все закончилось Хорошо Все стали живы Вот Оно началась эпопея Когда мы начали ходить На Эльбрус Это было где-то Первый самый Эльбрус мой был В 1998 году Тогда я приехал На Эльбрус Сяду летом Вместе с Володей Городейским Вот И Как-то так получилось Что Эльбрус Даже на Эльбрус И даже на любых всех их спасений Нет И вот песня Которая появилась На восхождении Кто был на Эльбрус Поднимите руку Пожалуйста Ну вы знаете Там самое главное Там самое главное Не Не упираться Я сейчас Превозмогу Я сейчас Покорю Там что-то Тебя не будут Или не пустят Еще Потом Надо так Расслабить душу И идти Вот спокойно Идти Запыхался Остановился Поддышался И дальше Идешь 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 Вот И если погода Если идешь С легкой душой То иду С тебе погоду Хорошую даст Ну и так Придумав Весткие причины Не всем Понятные Пока Уходят На гору Мужчины Судьбой В тяжелых Рюксаках В неправильных Боевых Доспехах Презент Характер Синтепон Друг другу Пожелав Успеха Уходят Вверх На жесткий Слон Они Идут Коротким Строй От Света Матовой Луны И Объясняются С горою Славами Кошек Ледяных И Раскрывают Жизни Врата И Начинают Свой Полет И Каждый Шаг Взимает По воду За продвижение Вперед Разгадаю Все секреты Я Переставлю Все часы А подо мною В мире Лета А на мной Созвездий Сыр Не Умереть Не Возгордиться От Воевав Пространство Шаг Просто Хочу Туда Пробиться Там Где Живет Моя Душа Просто Хочу Туда Пробиться Там Где Живет Моя Душа И Все Так Просто И Так Сложно Уколы Вздох И Взгляд И Шаг И Отступиться Невозможно И Сердце Колокол В Душ В Ушах И Видеть Лед И Слышать Ночью И 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 В Расхвате Партии Любови И Не Гордиться И Не Зриться А Просто Быть Самим Самой Разгадаю Все Секреты Хлоп И Я Переставлю Все Часы А Подо Мною В Мире Лета А Надо Мною Созвездий Сын Не Умереть Не Разгордиться А Твоего В Пространство Шаг Просто Хочу Туда Пробиться Там Где Живет Моя Душа Просто Хочу Туда Пробиться Там Где Живет Моя Душа И Станут Розовыми Хоры Не В силах Нас Остановить И Ветер Своит Днёво И Даст Вдохнуть И Покурить И Мир Окраситься Гуашью Чтобы Простым Карандашом И Обнаружиться Однажды Что Ты Дошел Что Ты Дошел Что Ты Дошел Что Ты Дошел Разгадаю Все Секреты Я Переставлю Все Часы А Подо Мною В мире Лето А Надо Мною Созвездий Сыт Не Умереть Не Возгордиться Отвоевав Пространство Шаг Просто Хочу Туда Пробиться Там Где Живет Моя Душа Просто Хочу Туда Пробиться Там Где Живет Моя Душа Удивительное место Где Мы Как бы Все Приходим К одному Номинателю Что Конечно Мы Все Великие Барды Военные Ученые Бизнесмены Но Есть Гора Которая На Это Все Наплевает Которая Стояла У Реденок И Будет Еще Стоять Пробиться Ты Прикасаешься К этому Вечному И Чувствуешь Что Все Нормально Все Идет Так Как Надо Все Идет Так Как Господь Придумал А Мы Здесь Временно Это Хорошо После Нас Что Останется Это Тоже Хорошо Поэтому Давайте Сделаем По Уму Давайте Делаем По Совести Делаем Что Можешь И Будет Что Будет Как Будет Наших Десантных Кругах И Дорогие Друзья Там Началась Программа Которая Присутствует Один Замечательный Моих Друзей Программа Называется Музыка Вершин Три Года Назад Я Бился Когда Мы Пели 40 Минут На Вершине Сначала Два Года Три Года Назад Мы Пели На Скалах Пастухова На 4800 Затащили туда Генератор Аппарат И 40 Минут Стояли Пели Два Года Назад Мы Зашли На Эльбрус И Дмитрий Грухов Пели На Высоте 56 42 Минут На Запад Вершине Эльбруса Я Замечательного Человека Очень Люблю И Хочу Попросить Его Продолжить Мое А Можете Петь Эта Гитара Это Тоже Стало Частью Моей Жизни Ну Я Женщик Жизнь С вас Не Положено Я Просто Рассказываю То Что Мне Кажется Будет Вам Интересно Поскольку У нас Есть Общие Темы Вот И Вот Эта Самая Горная Жизнь Она Продолжается По Сегодняшний День Причем Она Продолжается По Нарастающей Несмотря На То Что Официальный Спонсор Наших Фестиваль Который Мы Проводили Он Как бы Отвалился Мы Продолжаем В горах Проводить Фестиваль Принбусси Который В этом году Принбусси На 1015 Проходил Человек Книж Книж С Вами Первый Концерт Настал Пастухов Пел Лешу Бычков Да Скорь Пожалуйста Песню Ушедшему Небо Ну да Походимо Ходит Можно Эхо Добавить На Гол Чуть Чуть Песня Была Написана В горах Надо Очень Внимательно Смотреть По Сторонам Не Делать Ничего Лишнего Шестого Шестого Апреля 2002 Года Пятого Апреля 2002 Года Мы договорились Со спасателем И Солик Амотилом И Собрая Старший Пойти В баню Рахат Который Рахат Был Рахат Террахит Из Рахата Джигит Пришли Рахат Два Часа И Ждали Они Пришли Уставшие И Слегка Выбужденные Выяснил Что Приехала Группа Австрийцев Пять Человек На горе Был такой Бутылочный Лед Снега Не было И Они Поперлись Наверх Поднялись Выше Пастухова Метра На 300 И Один Из них Оборвался И Поехал И Въехал Головой Кому Старший 44 Года Четверо Детей А 6 Апреля Они Его Снимали Я Присутствовал Снимал На камеру Ну Так Я От него Просился На Рахат Вот И Вот И После Как я все Посмотрел Как-то Само собой Написался Эту Песню Сейчас Я хочу Посвятить Светлой Памяти Алексея Бычкова Это Одного Из Четыре Человека Пела На Постухово Это Дима Это Был Артур Гладышев Это Был Дима Это Был Леша Бычков И Я Леша Бычков К сожалению В прошлом году Ушел Из жизни Он Был Низлечим Болен Ему Сказали Врачи Что ему Осталось Жить Примерно Месяц Он Уехал В Тесхол И Там Его Господь Забрал Ну И Конечно Колес Селезнев Так Получилось По Жизни Что Вот Пять лет Назад Он Ушел Из жизни Он Попал В Вену На северах На Чегете А В Москву Его провожал Леша Пучков На Самолете Когда Мы Его Оформили Грузом 200 И Его душа Стремилась В горы И Там Осталась Навсегда Пробивший В космос Коридоры За все Прошедшие Горня Его В ушах Летник Влетела Потоком Белого Огня И Навсегда Простилась С телом И Нас Осталось Сохранять Победа Победа Поражение Пусть Каждый Для себя Решит Один Живет Души Движением Другой Спокойствием Души Мы Сами Много Листой Коль Наравнили Места Нет И Только Космос Успокоит И Ниждышение Секрет И Следы Его Кошек Уходит Легко На стекле Голубом Летника И Теку Под Его Невесовой Рукой Облака 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 Он Перешел Сквозь Все Границы Он Бытия Сломал Хому Он Может Там Теперь Весна Только Лишь Ему Он Будет Продолжая Вечно Писать Дорог Своих Страку И Улыбаться Людям Встречным И Вверх И И Вверх Теку Под Его Невесовой Рукой Облака 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 Продолжение следует...